Радуйся осторожно, ибо твоя радость может многих огорчить, огорчайся молча, ибо твое горе может многих обрадовать. Жестокости нас научили те, кого мы до безумия любили. Поставь точку после тех, кто уйдет, чтобы имя тех, кто придет, было с большой буквы. Никогда ни к кому и ни к чему не привязывайся, потому что привязанность приводит к ожиданиям, а ожидания — к разочарованиям. Дверь в душу, как и дверь в дом, нужно держать закрытой. В открытую дверь дует холодный ветер, заносит всякую грязь, и лезут люди с недобрыми намерениями. А тот, кто действительно захочет войти, вежливо постучит. Есть такая восточная поговорка — из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было. То есть, если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино, одного желания будет мало. Так и с людьми. Ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания. Береги время. Не нужно бегать за каждой собакой, которая тебя укусила. Никогда не обольщайся хорошему к тебе отношению. Тебе найдут замену с такой скоростью, как будто тебя никогда и не было. Каким бы ты ни был хорошим, люди все равно найдут, за что тебя ненавидеть. Прошлое — это поезд, но он уже ушел. Будущее — это обыкновенная мечта, но еще неизвестно, сбудется ли она. Настоящее — это подарок жизни. Поэтому нужно жить настоящим, с надеждой на будущее и с опытом прошлого. Так получилось, что многое в жизни мы получаем через боль, и самые лучшие уроки нам преподают наши самые близкие люди, делая нам больно. Никогда не возвращайся в прошлое. Оно убивает твое драгоценное время. Истории не повторяются, люди не меняются. Никогда никого не жди и не стой на месте. Иди только вперед, не оглядывайся. Люди, которым ты нужен, тебя догонят. Черный кот, перебегающий вам дорогу, означает, что этот кот куда-то идет. Не усложняйте жизнь ни себе, ни ему. У жизни железное правило. Что заварил, то и расхлебываешь. Человека ничем не удержишь. Ни детьми, ни молодостью, ни шантажом, ни истериками. Человек остается лишь с тем человеком, с которым просто хочет жить. Все люди приносят счастье. Одни своим присутствием, другие отсутствием. Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Нет, один шаг от очарования до разочарования. А между любовью и ненавистью сотни попыток все изменить. Чаще всего, нас предают именно те люди, которым мы когда-то открыли свою душу и сердце. Каждая жизнь – это картина. Родители дают холст. Судьба – рамку. Общество – краски. Ну а рисовать приходится нам самим. Надо уметь сделать выбор в этой жизни. Кого-то вычеркнуть, а кого-то – подчеркнуть. В наше время люди могут придумать целую речь, чтобы себя оправдать. Зато не могут сказать одну простую фразу. Прости, я был неправ. Чужую боль порой легко мы лечим, советы мудрые даем. А вот свою лечить нам просто нечем. Ведь мы же гордые, на помощь не зовем. Уступки – это те же ступени. Стоит только пятись, отступить на пару ступенек ниже, глядишь, а уже катишься кубарем по лестнице, обдирая бока. Ты на верном пути, если уже не хочешь оглядываться назад. Ждать – мучительно. Забывать – больно. Но самое худшее – это когда не знаешь, нужен ты человеку или нет. Разочарование, как простуда, им нужно переболеть. Зато потом формируется стойкий иммунитет. Кто битым жизнью был, тот большего добьется. Пуд соли съевший, выше ценит мед. Кто слезы лил, тот искренне смеется. Кто умирал, тот знает, что живет. Очень больно, когда тебя не любят. И от этого часто человек становится злым. Надо ценить все то, что у нас есть. Стремиться получить то, чего у нас еще нет. С легкостью расставаться с тем, что нам не надо. И просто любить жизни человека, который с нами рядом. Никогда не слушай советов про любовь. У каждого она своя. Свою жизнь надо устраивать до тех пор, пока жизнь не начнет устраивать тебя. В жизни нужно уметь видеть разницу между теми, кто говорит с тобой в свое свободное время, и теми, кто освобождает время, чтобы с тобой поговорить. Взрослыми становятся не тогда, когда перестают слушать маму, а тогда, когда понимают, что мама была права. Приходишь домой, делаешь кофе, садишься. А вокруг тишина. И каждый из нас сам выбирает, что это. Одиночество или свобода. Сильное, это не тогда, когда тянешь за собой товарный поезд одной рукой. Сильное, это когда хочется рыдать от боли, а ты всем улыбаешься. По поступкам видно, как тебя ценят, по звонкам, как нуждаются в тебе, и только со временем видно, кому ты дорог. Когда тебе звонит прошлое, не отвечай, ему нечего тебе нового сказать. Никогда не плачь из-за человека, который сделал тебе больно. Просто вытри слезы, улыбнись и скажи. Спасибо за возможность стать счастливее с другим. Верность женщины проверяется, когда у ее мужчины нет ничего. Верность мужчины проверяется, когда у него есть все. Не верь отговоркам. Если у человека есть желание, то он сделает это при любых обстоятельствах. Когда стоишь перед выбором, то просто подбрось монетку. Это не даст верного ответа, но в момент, когда монетка в воздухе, ты уже знаешь, на что надеешься. Часто, найдя то, что искали, мы проходим мимо лишь потому, что привыкли искать, а не находить. У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность никому не причинять зла. Если бы добра на свете было так мало, как говорят, то зло не бросалось бы так в глаза. Тот, кто мыслит позитивно, имеет решение для любой проблемы. Тот, кто мыслит негативно, имеет проблему в каждом режиме. Волк слабее льва и тигра, но в цирке он не выступает. Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас. Не пытайся выяснять отношения с людьми, которые тебя разочаровали. Просто молча оставь их вместе со всем их барахлом наедине, и уйди. Шанс не бывает единственным в жизни. Единственной бывает только жизнь. Однажды ученик спросил у мастера, долго ли ждать перемен к лучшему? И мастер ответил, если ждать, то долго. Самый лучший и самый правильный выход из ситуации, это забыть все плохое, сохранить в памяти хорошие моменты, просто сказать спасибо за все, что мы пережили, и пойти дальше. Потому что все, что с нами происходит, к лучшему.